Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Silent Hill 4 The Room. Мы находимся в своей комнате. Между этой и предыдущей серией я узнал, что страшная беда пришла в наш дом. Мы взяли эту куклу и положили ее сразу вот сюда. В комментариях писали, что этого делать совершенно не стоит, потому что теперь нашу квартиру могут атаковать духи. Они и так будут атаковать, судя по всему, но теперь их тут будет огромное количество, поэтому я постараюсь как-то не класть ее туда. Я думаю, это уже все равно поздно, но по крайней мере попробуем. Я считаю, что в этом ничего страшного. То есть больше хардкора, больше экшона, но с другой стороны, если будет возможность это избежать, то мы избежим. Пока пусть лежит, она мне не сильно мешает. И вообще у меня здесь никогда не было проблем со свободным местом. Потому что я постоянно гулял по этим дырам и все скидывал. Так, Айлин прихорашивается, с ней все в порядке. А мы между тем гуляем по миру апартаментов, и там все очень плохо. Ужасно просто. Так, ну здесь вроде как делать нечего. Тут мы посмотрели в предыдущей серии. Не думаю, что что-то изменилось пока что. Вообще тишина. Хорошо, ладно. В квартире все и так не очень хорошо. Вот эта вот непонятная сушилка, которая просто лопнула кровью. Это ванная, которая выглядит так, как будто в ней убили. Там ездить, не знаю, в футбольную команду. Столько кровища. Еще не хватало нам проклятия от этой непонятной куклы. Ну я и говорю, меня в принципе оба варианта устраивают. Но хотелось бы, конечно, чтобы это все хорошо кончилось. Так, ладно. И что мы тут делаем? Здесь у нас по-прежнему призраки. И делать по сути нечего. И вроде как остались только апартаменты на первом этаже. Остальное все мы уже зачистили. Так. Сюда мы больше ничего пока кинуть не можем. Нет? Ладно. Ой, тихо. То есть я делаю... Странно так. То есть... Это глупо. Но может быть полезно. Потому что местные враги, но с собаками все равно будет неудобно драться с остальными, в принципе. Поэтому может и пригодиться. Хорошо. Третий этаж, в принципе, нормально. Второй этаж мы зачистили вроде как полностью. Там хватает, конечно, плохих комнат. Но вроде все осталось. На первом тоже, кстати, половину, по-моему, посмотрели. Уже нет? И честно говоря, слабо пол. Тихо. Что это такое было? Здесь реально не хватает свободного обзора. Это было бы очень круто. Так. Вот здесь мы... Здесь мы были. В этом крыле. Спокойный мужчина. Пока что мы имеем. Здесь жила дама по имени Рэйчел, которая страдала от сексуальных домогательств от некого Майка, который просто заваливал ее письмами, выслеживал. За это его поколачивал один из соседей. Вообще все были в целом недовольны ситуацией. Так, эта дверь закрыта. Так, собаки. Ненавижу собак. Даже слепых. В играх, конечно же. На ключ. Еще требуется? Нет. Вроде она мертво. Нет. Вроде как требуется еще. Здесь сразу призрак, да, похоже? Нет. Здесь кое-что похоже. Сразу ломаем и топчем. Нормально. Спокойно. Кому вообще нужен спрей, если есть топор, верно? Представляю, так по улице носиться с топором за мухами и комарами. Так, ладно. У меня не покидает ощущение, что это все-таки лифты какие-то. И в будущем они будут работать. Но, возможно, и нет. Потому что эти душевые выглядят предельно странно. И вроде как в этой комнате больше ничего нет. Странно. Мы здесь пришли только подраться, что ли? Да, похоже на то. Вообще выглядит так, как будто это какая-то композитная комната. Это вот просто блок какой-то, который поставили сюда. Я знаю. Может на кухне чего? Я не знаю, в холодильнике там. Нет? Ничего. Смотри, реально как... Как конструктор. Собери сам так называется. Мне не нравятся эти звуки, поэтому я пошел. Простите. Так, это что? Я надеюсь, это не пуповина. Вообще комната, обитая войлоком. Это не круто. Надо уходить. Я ненавижу психушки в играх. Потому что мы их такое количество посетили, если вспомнить. Это же просто пипец. Как минимум штук, ну, больше 10 точно. За те два года, которые мы играем в хорроры. Поэтому... Беспроводная. Флуоресцентная лампа излучает мрачный свет. Как это беспроводная, интересно. Батарейка, что ли? Надолго ее хватит, интересно, беспроводной. Она, конечно, не так много энергии жрет, но все-таки... Хорошо. Еще одна бесполезная комната. Странно. Хорошо, ладно. Возможно, я чего не увидел, но... Вообще, здесь комната, по крайней мере, не такие упоротые, как они были на втором этаже. Там где-то кто-то кругами всю комнату разрисовал. Где-то дети исписали всю комнату страшными какими-то... Так, спокойно, Бобик. Все будет как надо. Я же говорил... Ненавижу собак. Бежать. Так, она живая? По-моему, нет. 102-я, 102-й... О-о-о, какая пакость. О-о-о, пакость. Ненавижу связняков. Но опять же, в играх... В реальной жизни я их даже считаю немножко милыми. Неокрытые. О-о-о, пакость. Да, даже говорили пол. Так, здесь какая-то... Парьба была, что ли? Что это такое вообще мебель вся поломана? И такое ощущение, что кто-то просто кинул банкой краски в стену или что это вообще-то. Телевизор упал. Что? Эм... Да, блин. Мебель, похоже, покрыта чем-то вроде шерсти животного. Чего? О-о, пипец. Мне все меньше и меньше нравится этот мир. Но при этом все больше и больше он... Подожди, куда он смотрит? Он смотрит... Эм... Холодильник, понятно. Теперь его можно открыть. В холодильнике у нас... Эээ... Что-то завернуто в разорванные окровавленные джинсы. Это тело мертвого кота. Тут есть клочок красной бумаги в одном из карманов. Да, возьмем гидри. Так, хорошо. Эту бумажку, как и остальные, мы тоже положим. Что-то дверь у нас кончается. Я так понимаю, скоро придется возвращаться обратно. И я даже не знаю, что там еще может быть. Но эта бумажка, возможно, прольет свет на то, что нам делать дальше. Ладно, разберемся. Последняя дверь. Если тут чего-то нет, то, видимо, на бумажке будет решение. Это мне очень сильно нравится. Это всего лишь... Ай, блин, это всего лишь муляж. Никакой пользы в качестве оружия. Ну, ладно. А то патроны есть. Ай, опять, опять он. Опять я ненавижу этого гада. Все пушки здесь лишь муляжи. Ничего, ничего, сейчас убежим. Бумажная мишень из тира. В узле лежит, смотри. Давай уходим. Ах, твою мать. Это самый опасный призрак, по-моему. Какой-то фанатик оружия здесь жил. Короткостволист. Не иначе. Но у одного из этих журналов что-то написано на задней обложке. У меня глаза и кожа чешутся. Из-за этого проклятого соседского кота у меня жуткая аллергия. Меня это так достало, что я взял свой переделанный из муляжа пистолет и застрелил эту тварь в упор. Это было великолепно. Эта тварь рухнула на пол, как камень. Кстати, тот револьвер, который есть у Ричарда из 207-го, действительно классная вещь. Этот парень опасен. Помните, там, где картины были, художник нарисовал ту самую бабушку, у которой жили коты, у нее вместо детей они были. И как она горевала от того, что у нее погиб кот. Это, видимо, и этот кот был, который лежал в холодильнике. А вот этот парень его стрелил. Отлично. Уважаемый, пожалуйста. Тихо, тихо, без психов. Твою дивизию. Валим. Все, я так понимаю, больше тут ничего нет, да? Ладно. Понятно. Уходим тогда из этого мира. Пипец. Мы так и не попали в комнату Алины, так и не попали в свою комнату. Вот что меня беспокоит. А в остальном мы побывали здесь уже абсолютно везде. Ладно, давайте подлечимся. Вот этот вот мужик меня больше всего беспокоит. Он такой какой-то, я не знаю. На прижобной больно. Он постоянно появляется. Чаще всех своим молотком. Может это призрак, я не знаю. Кого это может быть призрак? Скорее всего, у каждого из призраков здесь есть своя предыстория имена. Потому что, насколько я понял, в этой игре просто так от балды ничего нет вообще. Поэтому интересно, кто это вообще. Может это тот самый Ричард? Так, воздушный шар кролик уже не летает. Отлично. Вот он бегает. Окей. Так, хорошо. Какой же я все-таки, блин. Я забыл положить. Да, посмотрим. Хотел бы что-то. Забыл листочек положить. Опять ты бродишь все, да? Понятно. Эту зарисовку мы видели уже раз, наверное, пять. Сейчас пройдет, если он, я пойму, что это она. Да. Так, проверим Айли. И побырику обратно. По крайней мере, подлечиться нам по-любому было нужно. Потому что с жизнью у нас все было очень плохо. Надо было положить этот листочек. А после этого уже... Так, она по-прежнему красится. Хорошо. Что я там делал? Патроны. Скинем патроны. Как появятся какие-нибудь боссы, я думаю, эти пушки нам сильно пригодятся. Хотя боссов пока что еще не было. Будут ли они вообще в этой игре, я не знаю. Поэтому будут. Потому что во всех частях салют хилы были. Так, ну что, сейчас побежим наверх. И там, кстати, призраки летают. Не люблю призраков. Крутой мир. Я так чувствую, что все. Докончил все. Ой-ой-ой. А ты кто такой? Опять эти политы. Это отсюда? Нет, это по-любому из комнаты Айлин. Отключил мне все же нет, поэтому помочь ничем не могу. Так, хорошо. Блин, эта кукла мне не дает покоя. Хорошо. И почитаем уже, наконец. Так, ладно. О, да. О, да. Если я посмотрю возле кровати в своей спальне, в квартире, в нашей квартире, я его найду. У меня теперь каждый день болит голова. Это ужасно. Что же мне делать? Хорошо. Да, да. Хорошо. Ладно. Что происходит? Как дела там? Как дела там? Никак? Ну, ладно. По радио, может, что передают? Вроде как все по-прежнему, да? Спасибо. Смотри, там люди реально поехали просто, да? Ты посмотри на них. И они постоянно ведут себя неадекватно. Так, хорошо. Что тут? Красимся? Нет, уже не красимся. Постоянно кажется, что он просто повернется сейчас, да? Шутка. Так, ну ладно. Пойдем поищем у себя под кроватью что-то. А как это сделать? А, вот, смотри. Что-то тут на земле. Взять? Конечно. А, это ключ от... Понятно. Так, сейчас мы походим. Блин, я подумал, это слизень испугалась. Фу, так, ладно. Ну что, пойдем, Кайлин? Нет, идея с мирами мне определенно нравится все больше и больше. Это очень необычно. Ты себя ощущаешь в честью какого-то, я не знаю, даже не фильмы, скорее, сериала. Так, уходим. Типа скользящих там, путешествия между мирами. Это всегда интересно и круто. Так, 303-й же, да? А вы заметили, что вообще та же самая кукла? На брелке и у меня в руках. Тихо. Какого хрена там происходит? Твою мать. Айлин? Или это Синтия? Это Айлин. Да не стоит и столбом, подойди ты к ней, ну. Ты нашел твою маму? Это место? Это опасно. Ты должен... Айлин. Открыть. Она умерла, что ли? А ты так и стой, столбом. Да. Герой. О, говорит, она умирает. Поставь ее, посмотрю, блин. Не, чтоб там... Сирена. За окном вечер, что ли, наступил? Или мне кажется... Генри, вставай. Так, хорошо. Что там такое происходит? О, скоро. Айлин. Айлин, похоже... Я не знаю, но... Если бы она умерла, я думаю, ее сиренами не изли бы. Черт его знает. Как бы там ни было, все очень плохо. Не, вот это реально печально. Может, насколько про синтью было. Я не знаю даже. Что это? Такое ощущение, что... О, куда я зря положил в ящик. Ну, ладно. Вроде как, с этим легко можно бороться. Ну, как легко. Не очень легко, но можно. Да, вечереет. Так, а что у нас по радио? Понятно. Здесь кулочок красной бумаги. Я не думал, что смогу защититься. Он абсолютно безумен. А, я не думаю. Я больше так не выдержу. Его силы неизмеримы. Сегодня я был так напуган, что даже запечатал заднюю стену кладовки. Интересно, все ли у Айлин Галвин в порядке? Она понятия не имеет о том, что здесь происходит. Но она все равно в опасности. 13 июля. Это уже июль, смотри. Это что такое за брошюра? Здесь есть какая-то странная бумага. Дать? Талисман Цуккуба. Почему, блин, мне попадается всякая ерунда страшного демона? Так, хорошо, что происходит. Пока что вроде в коридоре все спокойно. Но вы видите, теперь отпечатков стало еще больше. Это получается у нас 16, 17, 18, да, уже отпечатков. Каждый похоже по жертве. Хотя могу ошибаться. Отпечательно. Это призрак произрастает. Он рано или поздно появится в нашем мире. И придется как-то с ним решать вопрос. Он смотрит сюда. Да, она не будет сделать это. Она тоже была номера в ней. Валтер Соливан копийкает. В рамках 3, да? Ну, они никогда не получили этот губок, в рамках 2, несколько лет назад. Может быть, это же человек. О, что если 1, 2 и 3? О, что если они все же же человек? О, что ты говоришь? Ты знаешь, что это за собой? Викторая вещь, что там нет правилов. Сцены в преступлении всегда были нестабильны. Ни швы, ни фибры, ничего. Только номер 2, 0, 1, 2, 1. Я был врачом за долгое время, но я никогда не видел данный случай, как этот. отлично вообще больше всего меня пугает честно говоря не то что они там говорят а то что этот кролик повернул свою кровавленную морду сюда и стал выглядеть точно так же как он выглядел самих или 3 ненавижу кроликов сален хиле 3 они просто жутчайший вообще невозможно так полиция не выходит полиция там проводят расследование но понятно что я ничего не найдут так хорошо и я так понимаю что давайте положим этот листок сюда талисман суккуба ничего он интересный давайте прочитаем еще раз прием карта с изображением какого-то страшного демона круто чё копы в основном не видно да блин танец и по-прежнему так теперь тут снова другой отняли нет не похоже в этой хвостик так ладно сохранимся посмотрим что там у нас имеется есть мнение что больше мы в мир апартаментов не попадем что дыра заблокирована это значит что я победил конечно кучу рт и ладно хорошо пойдем и что же мне делать вы знаете мне кажется дыра теперь тут давайте посмотрим это не похоже на дыру это что-то другое какое-то пятно но если присмотреться она похожа на злого демона может быть мне нужно применить вот этот непонятный манифеста суккубах или как он там называется так прочее талисман суккуба хорошо что за черт после того как он совершил ритуал святого успения другие миры начали проникать внутри его вселенной и от этого она начала жутко раздуваться но его вселенная отличается от нашей у нее есть границы и в границах его вселенной он король и в глубочайшую часть его королевства находится его мать мать ул трасса левана насколько я понимаю да при углублении вырезано слово источник подожди наблюдение искушение да понятно короче пойдем за табличками все ясно мне честно все меньше и меньше нравится отойдет тюнинг улучшение квартиры по моему скоро это будет очень печальное место который не захочется возвращаться сейчас пока прямо со спокойной совестью идешь домой из этих миров знаешь что там можно восстановить жизни и отдохнуть а как понять какая какая но просто по картинкам можно определить что допустим вот эту сюда сюда это похоже похоже на то так наблюдение искушение ой что-то совсем какая-то плохая дыра пипец ну что да блин послушай оттуда звуки давайте на этом закончим наверное в следующей серии посмотрим что же в этой дыре но что-то честно говоря подозрением ничего хорошего нам ждать не приходится пока что больше всего меня беспокоит что же там с айлин то есть эта девушка пока что насколько я вижу вообще не при делах при делах похоже то только волтер салливан похоже что именно его бросили родители и после этого он все время ходил к этой квартире никак не мог сюда попасть не знаю пока что сюжет выстраивается вот так но опять же не могу точно сказать как бы там ни было узнаем что там с айлин и что нас ждет за этой дырой в следующей серии с вами был артур увидимся всего хорошего пока 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 а